Мы находимся в самом сердце Беловежской пущи, там, где заповедник разделен на польскую и белорусскую часть, вот этой границей, этой металлической стеной. Буквально в нескольких сотнях метрах от нас, по польской стороне, туристы свободно ходят по специальным пешеходным тропам, а с той стороны организованные группы мигрантов готовятся штурмовать Евросоюз. В последнее время подходить слишком близко к пограничной стене стало опасно. Во время съемки этих кадров вдалеке были слышны крики и выстрелы. Солдаты стреляют в воздух, когда группы мигрантов прорываются и проявляют открытую агрессию. Бросают камни, ветки, бревна. Начали использовать петарды и газ. Используют и технические средства. Дошло и до коктейлей Молотова. В среднем в день происходит 200 попыток нелегального проникновения. Большинство нарушителей мужчины от 20 до 40 лет. Они сами публикуют в телеграм-чатах фото и видео прибытия в Россию, поездки в Беларусь и силового прорыва в Евросоюз. Мы точно знаем, что на белорусской стороне есть запретная зона, доступная только для службы и армии Беларуси. И мы знаем, что те, кто там находятся, могут там быть только с разрешения, а часто и при помощи белорусских служб. В случае задержания абсолютное большинство нарушителей границы не подает заявление на получение убежища в Польше. Для них это транзитная страна на пути в Западную Европу. Домкраты, которыми мигранты раздвигают прутья заграждения, новые и другие приспособления для перехода границы, пилы, лопаты, все новое. Мы считаем, что им помогают, и они получают данные инструменты на месте. Мигрантов организованно довозят до границы с белорусской стороны, а на польской стороне для них через интернет уже организовано нелегальное такси. Курьеры-перевозчики, часто это иностранцы, забирают группы мигрантов в определенной точке, откуда за большие деньги везут на Запад. При штурме группы мигрантов действуют скоординированно. В одном месте шумят, отвлекают внимание, атакуют пограничников, а в другом тихо прорываются десятками. Вот такие вот самодельные лестницы из веревок, скотча и палок используют нелегальные мигранты, чтобы пробраться через заграждение из колючей проволоки. Они перебрасывают их с белорусской стороны, когда преодолевают металлический забор. Выглядит не очень надежно, но это вещь одноразовая. А это самодельное копье из палки, ножа и гвоздей. В конце мая этим холодным оружием мигрант нанес смертельное ранение польскому солдату Матеушу Ситеку, охранявшему границу. И нападавшие продолжали бросать бревна и камни в раненых солдат, в том числе во время оказания первой помощи раненому Матеушу. Неделю назад, во время похорон убитого, по всей Польше ревели сирены машин пограничников, полиции и пожарных. Сначала это был шок, даже страх. Но в итоге все службы объединились между собой. Мы все понимаем, какая это большая ответственность. И с насколько серьезными угрозами мы имеем дело. Все мобилизовались и работают плечом к плечу. От начала года в различных инцидентах от рук нелегалов пострадало полсотни польских пограничников, военных и полицейских. И для них это нетипичная служба. Солдаты, которые помогают пограничникам, это танкисты, артиллеристы, связисты, логисты и военные разных специальностей. Мы на поле боя не встречаемся с ситуациями, когда кто-то в нас бросает камнями, ветками, подожженными бревнами и коктейлями молотова. В присутствии журналистов на границе полицейские и пограничники надевают балаклавы, чтобы не попасть на видео. Такие правила введены, чтобы вне службы на них не могли оказывать психологическое давление. В Польше достаточно людей, открыто оскорбляющих военных во время несения службы. Часто это члены организаций, помогающих мигрантам. В этом году пограничная служба Польши создала специальные поисково-спасательные отряды для оказания первой помощи мигрантам. В этом году мы оказали помощь трём сотням человек. 200 из них попали в больницу. Стоит отметить, что все затраты на лечение мигрантов покрывает пограничная служба Польши. От начала миграционного кризиса пограничники заплатили за лечение мигрантов более 4 миллионов злотых. Это почти миллион долларов. Миграционный кризис, который длится уже три года, стал для польских военных полной неожиданностью. Европейские соседи спонсировали развитие белорусских пограничных переходов и охрану границы, налаживали взаимодействие, а теперь под надзором спецслужб Александра Лукашенко на них нападают организованные группы мигрантов. Наши контакты с белорусской страной были очень хорошими. Мы неоднократно встретились, мы неоднократно говорили, что случилось на границе. Мы вместе и разом хранили государственную границу. А сейчас на пограничных дорогах лежат мобильные бетонные заграждения. Так, на всякий случай, против бронетехники. Ярослав Стешик для программы «Вот так. Граница Белоруссии и Польши».